Дарья Менькова А в Казани в это время разыграны награды всероссийского турнира по бадминтону «Золотой валан». Участие в нем приняли и спортсмены-любители из Удмуртии. На их счету в итоге четыре медали, одна из которых «Золотая». Завоевали ее в миксте Александр Тюклеев и Зарима Хисамиева. Целую россыпь наград привезли воспитанники Воткинской спортшколы, наставников Виктора и Александра Бобровых. На межрегиональный турнир по спортивной борьбе «Грэплинг» в Перми они завоевали 33 медали. Только вот занять первое общекомандное место им не удалось, а не второе. На высшую ступень пьедестала поднялись хозяева. Наши земляки также стали обладателями путевок на зональный турнир по этой дисциплине. Меняем тему. Ижевский спортзал «Металист» вновь принял участников первенства в Удмуртии по вольной борьбе среди атлетов до 16 лет, став площадкой и для отбора на первенство при Волжье в Ульяновске почти сотни последователей олимпийского чемпиона Бусы Евлоева. Личности легендарной и известной в России. Но сюжет не о нем, а о молодых талантах. Удержаться от эмоций, когда на ковре борется твой воспитанник, тяжело. Крики, наставления, слова поддержки не утихали в зале. Пожалуй, только один из наставников, Александр Каретин, был молчалив. Говорит, уже научился сдерживаться. Изначально, когда только начинал работать, очень эмоционально на это реагировал. Сейчас уже с опытом все это приходит. И как-то уже поспокойнее к этому относишься, более рассудительно. Чем мотивируем? Как мотивируем ребят? Каждому свой подход нужен. Потому как вид спорта индивидуальный. Нужно знать ребенка, смотреть тип темперамента, характер. Это все надо учитывать, когда даешь подсказки. Наставления были на тренировках. Их сейчас время показывать, чему научился. И в плане техники, и тактики, и, конечно, психологии. Ижевчанин Иван Быков отработал на ковре спокойно. Выиграв весе 60 килограммов золота и путевку на зональный старт. Говорит, уверен был в победе и шел к ней целенаправленно. Занимаюсь пять лет. Я тебе призел в прошку федерального округа. Не знаю, так случайно получилось. А как? Как расскажи. Решил заниматься спортом и попал сюда. В этот вид спорта. Воспитывает характер, дух. А вот Нудар Монекян после схватки был эмоционален. Выиграл в первом поединке, а затем и до финала дошел. Став в итоге обладателем серебря. Говорит, это заслуга наставников. Люди, наверное. Тренера хорошие. Очень быстро научили. И смотивировали. А чего хочешь добиться в сборке? Европу, наверное. Хочу чемпионом Европы стать. Ну, мечта. Цель моя такова. 18 февраля сборная Удмуртии в составе 13 человек отправится в Ульяновск на зональный старт. А те же, кто не попал в команду, говорят, за путевки на первенство при Волже, будут бороться уже в следующем году. Принцесса биатлона. Так называют мажгинскую биатлонистку Ульяну Кайшеву, ныне Нигматулину. Она блистает на спортивном олимпе уже 10 лет. Первый фурор произвела Ульяна в 2012 году в Инсбруке на всемирных юношеских олимпийских играх, выиграв золото. И вот очередной успех в этом году. Серебро и бронза зимних игр в Пекине. Об Ульяне ее сестра, наставники и коллеги. Вот в этом тюре тренировалась Ульяна Кайшева, ныне Нигматулина, у своего первого тренера Алексея Каратаева. Ее потенциал он разглядел сразу и по жажочку, по чуть-чуть, в течение многих лет развивал в ее душе, в ее жилах настоящую биатлонную злость. Она не любила проигрывать. Вот и все. Это сразу было видно, что она должна все делать сама и все добиваться сама. Что не любила Ульяна, вспоминает Алексей Федорович. Так это бегать кроссы. Пришлось объяснять, что в подготовительном периоде без этого не обойтись. Услышала, поняла, исправилась. И работала на тренировках, не жалея себя. Этим Ульяна всегда поражала и свою сестру Настю, тоже биатлонистку, участницу юниорских чемпионатов Европы и мира. Она очень целеустремленная. На самом деле, какие цели она себе ставит, она почти всегда их выполняет. Несмотря ни на что, переступает через какие-то преграды всегда, борется до конца у нее по всей спортивной карьере. Очень много было разных трудностей. И как бы тяжело ни было, она всегда их преодолевала. И вот мне восхищает в ней именно вот это ее качество. Анастасия не пропустила ни одной гонки сестры на Олимпиаде в Пекине. Переживала, поддерживала, конечно, очень радовалась. Бронзе, смешанной эстафете. А вот сама Ульяна восприняла эту медаль спокойно. Она как бы вообще очень спокойно отреагировала. Настолько спокойно, как будто бы это там, даже чемпионат России, что-то такое. Очень спокойные эмоции были. Вот она мне сказала, что еще не осознает, что было очень тяжело. Сама гонка удалась очень тяжело. Но вообще, что нет какой-то супер эйфории, что это Олимпийская медаль. А как болели в спортивной школе? Сергей Перевозчиков голос сорвал. В этих стенах Ульяна провела 4 года, учась в школе-интернате. И всем тренерам-воспитателям, школьным учителям она запомнилась только с лучшей стороны. Они все вспоминают про Ульяну Кайшеву, что это Ульяна Кайшева была такой замечательный человек, который проблем их никаких не создавал. И вокруг нее, ну вот я говорю, что она учеба, проблемы, все исчезали. Она вовремя приезжала, все сдавала, если что-то надо, она решала эти вопросы до конца. Поэтому, ну, Ульяна, она такой ответственный человек. Я думаю, что она в любой отрасли сможет себя проявить. 19 февраля Ульяна примет участие в своей очередной олимпийской гонке. Масс-старте. На этом все. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok